Чем только в этом парке не занимались и уж точно не спортом, вспоминают жители Новоалтайска. Еще недавно у парка Пионерский была дурная слава. Сегодня у него второй день рождения. Первый глобальный ремонт спустя 38 лет. Здесь раньше никогда такого не было. Здесь бурьян был, собирались одни лукаши. Здесь тропинка одна была, пробежишь по-быстрому в темноте, а сейчас я проходила, освещение, вообще красиво, красиво очень. Пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки, роледром, скамейки, архитектурные формы и более ста новых деревьев. Все это появилось здесь за полтора месяца. На ремонт парка потратили 24 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. Теперь в Пионерском почти круглосуточно гуляют пионеры 21 века. Многие подростки вообще приезжают из других районов города. Мы вот сюда приезжаем, если только покататься на самокатах. Нам очень нравится. Мне понравилось, что тут можно качаться, тут парад идет. Мне нравится все тут. А тебе? Батут. У нас стоит коробка. Летом мы будем там организовать, чтобы дети катались на роликах. А зимой, конечно, будем заливать. Может быть, организуем прокат коньков. Всегда надо придумывать какие-то интересные вещи. То, что детей отвлечет от каких-то не тех дел, которые надо делать. Кстати, жители Новоалтайска сами обратились к властям с просьбой наконец-то привести в порядок многострадальный парк. Тем более в последние годы район, в котором расположен парк, активно застраивается многоэтажками. Это значит, что в скором времени гуляющий в Пионерском станет на несколько тысяч больше. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.